Здравствуйте! В эфире КРТВ новости, в студии Анастасии Евставьева в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Писажи свое творчество. Через годы пронести счастье. Надо все прощать, любить, поддерживать. Юбиляры семейной жизни показали, что такое по-настоящему крепкие узы брака. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красногорский колледж был признан лучшим в Московской области в 2015 году. Лидер сферы образования. Свою презентацию сегодня представил руководителем муниципальных образований, где расположены его филиалы, министру образования Подмосковья и партнерам, которые предоставляют студентам места для работы и практики. Первый в России эта фраза на презентации Красногорского колледжа сегодня звучала не единожды. В представлении он не нуждается даже за рубежом. Об этом говорили в том числе итальянские партнеры, которые приехали поздравить учебное заведение с новым рангом. Лучшие в Московской области по версии 2015. Конечно, для нас огромная честь и большой интерес сотрудничать с такими колледжами, как ваш. Разделить радость с коллегами смогли и финские партнеры во время телемоста из учебного центра Эдуполи. Апогеем того, что для качественного профессионального образования нет границ, стала связь с МКС. О значимости этого храма знаний говорил летчик-космонавт Олег Кононенко. Ваше главное богатство – это выпускники, высоко квалифицированные и востребованные специалисты, многие из которых работали и сегодня продолжают работать на Красногорском заводе, создавая уникальную технику для освоения космического пространства. За 60 лет с момента основания Красногорский колледж завоевал не только признание, но и наработал серьезную базу. Сегодня это не просто средне-специальное образовательное учреждение, а многофункциональный центр. Во-первых, здесь работает система школы-колледж-вуз. Дети могут получить три уровня образования в одном месте. Во-вторых, это центр переподготовки кадров. Можно обновить забытые знания, получить новую профессию или стать узким специалистом. В-третьих, это среднее образование подкреплено конкретными рабочими местами. Задача, которую мы ставили перед собой по поручению губернатора, начиная реорганизацию, что у каждого учреждения среднего профессионального образования обязательно должен быть свой стратегический партнер. И студенты, которые приходят к нам обучаться и получать профессию, должны знать, где они будут проходить практику, где они будут работать, какая у них будет заработная плата, и что они должны и обязаны будут делать. Стратегический партнер Красногорского колледжа – это завод КМЗ. Кроме того, в этом учебном заведении готовят кадры для конкретных нужд муниципального рынка труда. С администрацией района подписано соглашение о том, что здесь будут обучать специалистов сферы ЖКХ. Прошло 60 лет. У нас поменялись друзья, партнеры, вероятный противник. Но, в общем-то, то, что нужны вы, не поменялось. И даже в большей степени, наверное, то, что делаете вы, готовить специальности, еще сейчас более актуально. Еще одна новация – в Красногорском колледже готовят специалистов банковского дела. Для полной адаптации студентов Сбербанк организовал для практики стилизованные офисы. А в кабинете на цокольном этаже деньги – это материал для исследований. На примере монетки студенты изучают сопротивляемость материалов. В нано-лаборатории для этого есть вся техника. На наработанный опыт, кстати, уже положили глаз компания «Роснано» и ее образовательный центр. С ними сегодня колледж также подписал соглашение о сотрудничестве. Наш фокус и интерес – это нанотехнологии, инженерии, технопредпринимательства. И мы уже имеем предварительные договоренности относительно того, что такого типа тематика колледж интересует, и мы можем организовать совместно такую подготовку. На сегодняшнем публичном отчете директор колледжа Виктор Демин упомянул, что когда в состав учреждения вошли филиалы в Шаховском, Истринском, Волоколамском, Звенигородском, Щелковском районах, то зашла речь о переименовании учреждения. Однако тогда было решено отказаться от этой идеи. Красногорский колледж – все-таки бренд, как марка «Зенит» или завод КМЗ, для которого он готовит кадры. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Вячеслав Блажев, КРТВ. Получить лицензию легкового такси теперь можно в любом из многофункциональных центров Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Московской области. Возможностью подачи заявления для получения разрешения через портал воспользовались уже более чем полсотни индивидуальных предпринимателей и транспортных организаций. Сервис по предоставлению услуги в электронном виде запущен 26 февраля подмосковным Минтрансом вместе с Министерством госуправления информационных технологий и связи Московской области. Сегодня пятый день масленичной недели. Согласно традиции, это время для ответного визита тещи к своему зятю. Впрочем, пятница вообще это повод сходить в гости и не обязательно к родственникам. Ну а в Красногорском районе основные гуляния в связи с проводами весны в самом разгаре. В воскресенье всех желающих отведать блинов ждут на площади УДК Подмосковья. С полудня обещают и пищу духовную. Будут организованы концерт, интерактивная программа с участием аниматоров и красочных ростовых кукол, ярмарка и, конечно, чайпитие с блинами. Программа завершится зрелищным сожжением чучела зимы в Большом Хороводе. Встречать долгожданную весну в дружном веселье будут также в двух усадьбах – Архангельская и Знаменская Губайлова. Однако днем раньше. 12 марта Масленицу справят в Нахабино, причем сразу в двух местах. Одно из них – храм покрова Пресвятой Богородицы. Запланированы благотворительные ярмарка, хороводы, угощения блинами и горячим чаем из самовара. Хороший художник – не обязательно талантливый педагог. И наоборот. С этим утверждением готовы поспорить в Красногорском районе. Ежегодно в муниципалитете устраивают экспозицию работ учителей художественных школ. До 13 марта в Красногорском выставочном зале ее можно увидеть. Какой она вышла – расскажем далее. Выставочная деятельность – неотъемлемая часть изобразительного творчества. Как ни крути, в стол рисовать – не то, что выставлять картины на суд зрителей. Педагогам художественных школ иной раз и вовсе приходится отказываться от личного творчества. Они с головой уходят в работу учителя. Но в Красногорском художественно-педагогическом обществе уверены – выставка – лучший экзамен для самого учителя. Это, во-первых, творческое общение между преподавателями. Очень интересно посмотреть, как другие преподаватели рисуют. Это действительно честь и хвала преподавателю, который в суете, который, выполняя свои обязанности, при этом находит время и творит для себя. В этом году в экспозиции 70 работ. Сборная «Солянка» получилась такой разнообразной на стиле и жанры. Здесь и голова римских императоров в истинном академизме, и вольные пленерные зарисовки с налетом импрессионизма. Иллюстрации к стихам тоже имеются. Этот уникальный графичный труд представила педагог Красногорской художественной школы Анна Чапурнова. Это иллюстрации к книге, стихам ее папы, который, как ни странно, тоже преподаватель, в электростале, долгое время был директором. И очень такие романтичные, поэтичные стихи. И мне кажется, мы отделили целый такой уголок, посвятили этим стихам. И мне кажется, это очень правильно, очень актуально, потому что художник, он как поэт. Напротив богатства флористического мира во всей красе колористического решения можно увидеть в полотнах коллеги по цеху Татьяны Реновны Лобутевой. Ее калифорнийские маки дышат весной. Будто в противовес им фундаментальная реалистичная живопись Василия Нагорного из Нахабинской школы искусств. Эти окаменелости живее всех живых. Петрова-Дальневская художка на вернисаж представила также целую плеяду художников. Можно назвать выставку непохожих, потому что каждый преподаватель, как и любой художник, он имеет свой определенный стиль, свою манеру, свой какой-то колорит. Но при этом все-таки можно отметить, что основная ось выставки – это академическая живопись. То есть это все-таки такая вот основа. Оценить уровень красногорских педагогов может любой желающий. И выставка работает до 13 марта. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ. 12 марта стартует фестиваль «Театральная весна», который вновь соберет на одной сцене всех, кто любит лицедействовать. Марафон театральных постановок пройдет по традиции в ДК Подмосковья. На 12, 13, 19, 20 и 27 марта уже заявлены спектакли, которые подготовили коллективы района. Их будет оценивать компетентное жюри. В программе в общей сложности 22 постановки, спектакли и литературные композиции. Церемония открытия пройдет 12 марта. Конкурсный показ начнется с действия под названием «Не только для детей» по произведениям Агнии Бартова в исполнении актерского состава Центра духовной культуры. В этом году, судя по афише, свое внимание театралы района обратили на сказки. Пера Андерсона, Льюиса Кэрролла, Успенского или Народные под редакцией Толстого. Можно уже выбирать, на что сходить. А теперь о спорте. 34% жителей Подмосковья систематически занимаются спортом. Таковы данные профильного министерства. В ведомстве подвели итоги 2015-го. В прошлом году на развитие физкультуры и спорта было направлено более 23 миллиардов рублей из региональной казны. Были введены в эксплуатацию 21 ФОК. В 2016 году начнется строительство еще 12. Продолжится строительство еще восьми. Один из них в Нахабино. Также в области внедряют Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В этом году для Московской области наступает активная фаза подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. Ну и задача международного масштаба – успешное участие спортсменов Московской области на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В Красногорске пройдет 13-я лыжная гонка Ивана Утробина. Накануне 14-кратный чемпион СССР, призер Олимпийских игр в Инсбруке, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира отметил свой 82-й день рождения. И, скорее всего, как обычно, придет на соревнования, которые носят его имя. Знаменитый лыжный Иванов Круг, который прокладывал в 60-х годах прошлого века сам Утробин, лег в основу комплекса трасс, на которых тренировались и состязались сильнейшие лыжники всех поколений отечественного спорта. Утробинскую лыжню знают и за пределами России. На ней взошли такие звезды, как Зимятов, Сметанина, Вяльбия, Лазутина. Завтра забеги на трассе вновь пройдут классическим стилем. Для мужчин дистанция 15 км, для женщин – 7,5 км. Детям предложены круги 300 и 600 метров. Путешествие длиною в жизнь – так назвали мероприятие, которое проходит один раз в квартал в стенах Красногорского ЗАГСа. Проводится оно для семейных пар, которые отметили юбилей совместной жизни. Валентина Цитова расскажет о тех, кто верен друг другу не первые десяток лет. Жизнь прожить не реку перейти, говорят виновники торжества. Но когда рядом близкий человек, то многое становится легче, понятнее и радостнее. Все эти пары прожили в счастливом браке полвека. Красивую дату кто-то уже отметил, кто-то только сядет за праздничный стол. А поздравления со свадьбой золотой уже звучат. Я хочу в этот день действительно пожелать вам всего доброго, чтобы вот этот волшебный солнечный весенний день навсегда остался в вашей памяти. Многие из сидящих в этом зале родились в военные и послевоенные годы. Несмотря на тяжелое время, они успели сделать успешную профессиональную карьеру – врача, инженера, военного или микробиолога. Но в суете будничных дней семья и погода в доме всегда стояла у них на первом месте. Это ли не залог счастливой супружеской жизни? Надо уметь прощать друг друга, терпеть друг друга. У каждого есть хорошее что-нибудь, не очень хорошее. Надо всё прощать, любить, поддерживать и переживать друг за друга. Это самое главное. И идти всегда. Я, например, как за спиной, за широкой, прожила всю свою жизнь, потому что я знала, что меня всегда поддержат, меня всегда поддержат. Красивая история знакомства бережно хранится в каждой из этих семей. Кто на танцах, кто в студенческом общежитии приметил красивую девушку, а кто сидел со своим будущим супругом за одной партой ещё в школе. Виталий Васильевич и Татьяна Алексеевна Чепуркина и сейчас любят вспоминать, как зародилось их чувство, которое и привело к свадьбе в ноябре 1965 года. Мне было всего-то 17 лет, когда мы встретились. Он изыскатель, железные дороги проектировал и остановился в нашем доме на квартиру своей партии. А я приехала на каникулы. Познакомились. Познакомились и даже в первый вечер поцеловались. Этот праздник призван напомнить юбилярам, как всё начиналось. Ещё раз пережить день свадьбы и отдохнуть душой. А памятные подарки и цветы от администрации района помогут сохранить воспоминания о семейном торжестве надолго. Валентина Титова, Никита Рощин, Мариана Бустрова, КРТВ. На сегодня и завтра в Московской области объявлен особый режим. Предприятиям предписано сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Особый режим вводится до 3 часов дня 12 марта. Причиной тому безветренная погода. Согласно исследованиям экологов, именно в штиль промышленные выбросы могут концентрироваться в опасном для здоровья человека количестве. В Минэкологии уточнили, после получения информации предприятия обязаны уменьшать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Пока Тихоокеанский континент наблюдал затмение Солнца, японский зонд передал на Землю необычные фотографии нашей планеты, на которых можно увидеть тень Луны. Смотрится она, как небольшое мобильное пятно на голубом шаре. Полное солнечное затмение 8 марта смогли увидеть жители Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи и ряда государств Юго-Восточной Азии и Океании. Данное явление стало первым и единственным в этом году. Предыдущее было в сентябре прошлого года. Закрыто светило от жителей Земли было в практически том же регионе мира, а последнее российское затмение произошло примерно год назад, в марте 2015. Резкое похолодание ожидает жителей московского региона в предстоящие выходные. Днем нам обещают околонулевые температуры, а по ночам легкий мороз. В субботу в Красногорском районе будет плюс 3, временами пройдет дождь. А вот в воскресенье прогноз синоптиков о похолодании должен стать реальностью. Днем будет не выше нуля. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов мы ждем от вас по телефону редакции и по электронной почте. С вами была Анастасия Ивстафьева. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин